Привет друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой хвост И я его автор и ведущий Олег Давно я не делал выпуски уже своей программы Так как стал задумываться на самом деле Стоит ли мне продолжать этим занятием Или не стоит продолжать этим занятием То есть Как я только Ну я на своем канале Еще раз хочу повториться В 25-й, в 30-й раз, в 40-й раз О том что Я не ставлю свои задачи Кого-то научить Каким-то трюкам, дрессировочным мероприятиям Каким-то То есть конкретным командам Каким-то собак Я всех своих зрителей Хочу научить всего лишь одной вещи А вещь это очень простая То есть когда вы начинаете Выстраивать свои взаимоотношения Какие-то И для того Чтобы научить собаку Какой-то команде Первого-наперво Нужно выстроить Свои взаимоотношения То есть выстроить Иерархические какие-то Выстроить иерархическую группу Какую-то социальную То есть ставить для собаки И уже исходя из этого Подходя индивидуально К каждому животному Учить собаку Каким-то командам Я вообще не Не сторонник Стереотипных взглядов На все эти вещи То есть я считаю Что каждая собака уникальна И каждый конкретный трюк Нужно подходить Из того Каким образом Думает собака ваша То есть А для этого вы должны Наблюдать за своим животным Замечать за ним Какие-то определенные Поведенческие моменты То есть Что нравится собаке Что не нравится собаке И уже исходя из этого Приступать к тренировочным мероприятиям То есть подходить Творчески к этому процессу Ну Как это делать Я даже не знаю Понимаете Возникает тысяча вопросов У моих зрителей И порой Я даже не знаю Как ответить Например Какое лакомство Предпочитает Если собака Там мотивирована Скажем так Зоовитальна Пищевиком является То какое лакомство Применять Ну как я могу сказать Одному человеку нравится сыр Другому человеку нравится колбаса Третий вообще Вегетарианец Да И поэтому Здесь сказать невозможно То есть На такие вопросы Я даже не знаю Как ответить Поэтому Если я не отвечаю На ваш вопрос Ну значит Я уже несколько раз Отвечал В своих видеороликах На эти вопросы Либо Ну я просто даже не знаю Как на него ответить Потому что Вот некоторые говорят Вы в своем ролике Да Там показываете Как научить собаку Команде голос Я привязал Показал несколько подходов Но опять же В этом же ролике Я всем сообщил Прекрасно О том что В принципе Нужно собаку Заинтересовать То есть Раздразнить ее То есть Это Голос команды Это уже порыв души То есть Не обязательно Именно так Как я показываю Если вы найдете Какой-то другой Раздражитель Для собаки Пожалуйста Я Только призываю вас О том Что бы Вы думали Ну В сегодняшнем ролике Я просто хочу вам Показать Несколько подходов Как научить собаку Команде рядом Да Вот мы можем Научить собаку Команде рядом Несколькими вариантами У нас Вот здесь Сейчас Появился Новый Так скажем так Хвост Зовут его Рик Лабрадор Черного окраса Черной масти Нам подарила его Юля Которая проживает В городе Мысках То есть У меня такое подозрение Что он Косячил там По полной программе В квартире То есть там Рвал мебель Какую-то И хозяйка Вынуждена была Видимо От него Отказаться Здесь он Продолжает Успешно делать То же самое То есть Безобразничать Но Здесь у него Вариантов Безобразничать Поменьше Потому что Проживание Все-таки У него Вольерное Содержание Здесь в принципе Нечем Безобразничать Но Оказался Талантливым Учеником И вот Сейчас мы С Риком Вам покажем Как Научить Команде Ходить Рядом То есть Вот опять же Смотрите Мы можем С вами Подойти К этому Моменту С нескольких Позиций То есть Первое Самое Жестокий Скажем так Негуманный Метод Да Есть Такой Строгий Ошейник И при помощи Этого Строгого Ошейника Мы можем Научить То есть Собачка Будет идти Рядышком Будет Вырываться Куда-то Мы будем Дергать Собака Будет идти Рядом То есть Ей будет Больно Физически Она запомнит Эту боль Это самый Быстрый Самый Такой Эффективный Метод Научить Собаку Ходить Рядом Я же Являюсь Пропагандирую Наиболее Гуманные Методы Поэтому Этот Строгий Ошейник Я взял Вам Показать Но никогда В дрессировке Я его Не использую Откладываю В сторону При помощи Дрессировочной Амуниции Какая Существует Еще Дрессировочная Амуниция Которая В принципе Достаточно Гуманная В одной Из своих Передач Я вам Рассказывал О Такой Вот Дрессировочном Недоустке Да То есть Здесь принцип Такой Как у лошадки Кому интересно Можете зайти Посмотреть Этот ролик Здесь в принципе Боли никакой Не испытывает Собака Собака Привязывается За морду И когда Она начинает Тянуть вас Или идти в другую Сторону Вы подергиваете И уже не за ошейник Собаку подергиваете А за морду То есть Ей неудобно Она возвращается В исходное положение И тем самым Вы как бы Учите собаку Ходить рядом Кому интересно Поищите ролик Такой О Недоустке Есть два ролика То есть Как я показывал Как работать С этим Недоустком И как даже Его шить Собственно говоря Не буду повторяться И задерживаться На этом Третий способ Это тоже Дрессировочная Амуниция Достаточно Простая Такая Называется Она Ринговка Что это за Ринговка За такая Ну это Вот такая Вот петелечка Вот такая Вот петелечка Мы надеваем На шею Собаки Ставим фиксатор Собачка Начинает Чуть бежать вперед Ее немножко Придушивать Начинает Здесь тоже Боли как таковой Нету Собака Не дурное Животное Она начинает Понимать Вот Тем более Если вы начали Заниматься Не совсем Ни о чем Возрасте А там Десятимесячном Положен Вот как Утрик Попал К нам Десятимесячном Возрасте То есть При помощи Ринговки Вы тоже Как бы Можете Научить Собаку Ходить Рядом Можем Собаку Научить При помощи Зоу Используя Психологию То есть В зависимости От того Какая собака У вас Какой мотивации Мы можем Использовать Так же Ну не дрессировочную Амуницию А портировочный Предмет Такой вот Такой мячик На веревочке То есть Используя То что Собака Любит играть И от Любимого Предмета Отойти Не сможет Мы можем Научить Собаку При помощи Вот этого Шарика А так же Если собака У вас является Конкретно Пищевиком Лабрадоры Они на 80% Являются Пищевиками То при помощи Классического Метода Дрессировки Это При помощи Лакомства Но я не буду Рекламировать Какое лакомство Использую я Я не ставлю С собой Перед собой Задачу Рекламировать Что-то Но Индивидуально Методом подбора Вы можете Подобрать Тем более Если вы изучаете И знаете Свою собаку Какое лакомство Будете использовать Давайте Перейдем К обучению Методом подбора